Всем-всем привет, с вами Клеопатра. У нас начинается серия сникпиков по летнему обновлению в Clash of Clans и сегодня я расскажу вам о первой части этого обновления. Вообще любая обнова это всегда новые возможности для игроков, поэтому если вы еще не в клане или ищите новый, то обязательно заходите в клан 22 уровня Рамс. Вход в клан открыт, начиная от 13-й ратуши, а на ЛВК ребята будут рады пополнению среди 14-х таунхолов для подъема лиги. В клане достаточно много топовых игроков, которые рады поддержать общение в чате, помочь донатам и советам, а для топ-донатера сезона есть возможность даже выиграть золотой пропуск. Клан участвует во всех режимах, в том числе качает столицу клана, так что вам точно будет чем заняться, а тег вы сможете найти в описании к этому ролику. В этом сникпике я расскажу о некоторых изменениях баланса, которые произойдут после обновления. Начнем с забора на родной деревне. Нет, стоимость останется точно такой же, не обольщайтесь. Однако количество здоровья у забора, начиная с 9-го, заканчивая 14-м уровнем, будет немного уменьшено. Это говорит о том, что пробивать забор после выхода обновления станет легче, а значит прорываться в центр с наземными армиями тоже будет проще. Ну и квина будет бить его быстрее. Следующее изменение коснутся дефа. Башня лучниц получает немного меньше урона в секунду на 16-м и 17-м уровне, но это практически незначительно, поэтому сильно вы это не почувствуете. То же самое происходит с арбалетом. Он теряет по 5 единиц урона в секунду на 6-м и 7-м уровне. В совокупности по всей атаке, возможно, это будет чувствоваться, нужно будет смотреть уже на тестах. Но отдельно в каком-то моменте ощущаться различия не будет. Немного урона потеряет и инферно, но только на 6-м уровне, причем больше это ощущаться будет именно на максимальном уроне. А мортира наоборот прибавляет в количестве хп, начиная с 9-го, заканчивая 14-м уровнем. И чем выше левел, тем больше будет ощущаться прибавка в здоровье. То есть к более высоким тоннхоллам мортира будет дольше жить, а значит дольше наносить урон и при этом дольше погибать от урона. Орлиная артиллерия получает не изменения по характеристикам, а полную переработку. Теперь активация орла начинается с 200 мест на карте. Воздушные бомбы получают небольшой баф по урону в секунду, начиная с 5-го уровня, заканчивая 9-м. И опять же, к более прокачанному левлу это будет ощущаться больше. Теперь пройдемся по изменениям для юнитов. Начнем с коварных гоблинов, которыми обычно фармят ресурсы, начиная с 11-й ратуши. Коварный гоблин после обновления будет иметь немножко меньше урона в секунду, но опять этот настолько незначительно, что вряд ли вы это будете ощущать в атаках. А вот что действительно сильно поменяется, это супер валькирия. Ее пытаются реанимировать, поэтому ей не только добавили здоровье, изменили скорость атаки, скорость передвижения, но и изменили радиус ярости. Чуть позже все покажу. Так как у нас уменьшилось здоровье у стен, соответственно, урон при уничтожении у супер бомбера также уменьшили, чтобы все это между собой хорошо сочеталось. Что касается обычных юнитов, то пека получает серьезный баф и начиная со 2-го, заканчивая 7-м уровнем, у нее увеличивается здоровье, причем очень ощутимо. Таким образом, разработчики нас подвигают к тому, чтобы мы чаще играли пеками. Обычный гигант, начиная с 7-м, заканчивая 10-м уровнем, получает незначительную прибавку к урону в секунду. Опять же, чувствоваться будет только в совокупности, в моменте вряд ли. Боулер с 1-го по 5-й левел получает немного больше здоровья, и вот это должно уже ощущаться, потому что прибавка составляет порядка 10%. Ожидаемо, если супер валькирия получает баф, то и обычная валькирия тоже получает баф в виде увеличения здоровья с 5-го по 9-й левел. Некоторые изменения получают и заклинания. Клонирующее заклинание с 1-го по 4-й левел теперь имеет немного большую вместимость по клонам. И хотя кажется, что цифры маленькие, но, к примеру, на 3-м левеле теперь будет влезать не 4 шарика, а 5, что значительно улучшает атаку. Скелетное заклинание уже который раз тоже пытаются реанимировать, добавляя каждый раз по плюс одному скелетику. Но, честно говоря, не знаю, поменяет ли это что-то в игре, мне кажется, что вряд ли. Огнеметатели еще раз меняют, уменьшают радиус прямого попадания, увеличивают продолжительность огненного урона на земле и при этом снижают урон в секунду. Давайте посмотрим на тестах, как это будет работать, заодно посмотрим, как изменили супер валькирию. Итак, сейчас я запускаю огнеметатель, у меня там внутри ничего нет, но наша задача посмотреть именно то, как он будет атаковать. Сейчас он должен нацелиться на орла и начать наносить ему урон. Он останавливается, немножко думает, в принципе, как и всегда, и начинает стрелять. Вылетают огненные духи и как только они коснутся земли, они будут находиться на земле не 20 секунд, как раньше, а 30 секунд, что приводит к тому, что вот эта вся область будет гореть в течение 30 секунд. На первый взгляд кажется, что это изменение довольно прикольное, потому что получается от одного залпа огненные духи остаются на земле в течение 1-6 времени от всей атаки, да, то есть от 3 минут. Но, с другой стороны, мне кажется, что это изменение отчасти бесполезное, потому что так долго не нужно находиться ни в какой точке. Исключением могут быть только те ситуации, когда в этом месте находятся вражеские герои или вражеский клан Касл, то есть они стоят в этом огне, горят и постепенно умирают. Но, мне кажется, таких ситуаций бывает крайне мало, и это должно быть очень удачное стечение обстоятельств. Что вы думаете, напишите в комментариях, а пока я все это говорю, огненные духи продолжают гореть, и только вот сейчас они пропали. Возвращаясь к супер-валькирии, у нее, во-первых, увеличилась скорость атаки, то есть она стала быстрее, но при этом у нее снизилась скорость передвижения. Зачем это нужно? Для того, чтобы валькирия не сильно убегала от основной армии, потому что все ее ценность заключается в баночке рейджа, которая теперь увеличена и радиус составляет 3,5 клетки. В сравнении с обычным рейджем, это практически полностью вся территория, потому что обычный рейдж занимает 4 клетки. Таким образом, валькирия теперь не будет сильно убегать и будет кидать баночку рейджа именно там, где находится основная армия. Интересная ситуация произошла с украшениями, а именно с флагами. Если вы посмотрите на магазин, то увидите, что здесь есть только флаги, которые придуманы самим Supercell, а все национальные флаги пропали. Это связано с тем, что Supercell не хочет связываться с политикой и считает, что игра должна быть вне политики, поэтому все национальные флаги будут удалены из игры, а средства будут возвращены игрокам. И, наконец, пару изменений, которые произойдут в столице кланов. Вы, наверное, заметили, что у некоторых игроков сейчас количество рейдовых медалей больше 5 тысяч. После выхода обновления этот счетчик будет ограничен 5 тысячами, а все, что будет сверху, переконвертируется по курсу 1 гем за 100 медалей рейда. На мой взгляд, этот курс невыгодный, поэтому рекомендую до выхода обновы потратить свои медали рейдов у торговца. Так для вас будет больше профита, нежели вы получите пару гемов. Еще одно изменение коснется осадных повозок. Теперь уничтоженные осадные повозки, которые сидят на одном месте и бегать не могут, будут невосприимчивы к исцеляющему заклинанию, так что подхиливать такие повозки не получится. Конечно, это далеко не вся информация о летнем обновлении в Clash of Clans, поэтому внимательно следите за следующими сникпиками на канале. Ну а я хочу поблагодарить спонсоров канала Дэм Лакомка, Сергей, Стас, Антон, Айк, Мышка и Ральфе1877 за помощь и поддержку в развитии канала. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А Clash Рами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску, не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok